Встречаем новый день вместе с телеканалом Беларусь 4 Гомель. Наш эфир продолжает программа Утренний фреш. Завершается лето, но синоптики обещают, что сентябрь еще порадует нас теплыми днями. Тем более, что впереди бабье лето и бархатный сезон. И отпускная пора продолжается. А вот как правильно организовать свой отдых с пользой для души и тела, расскажут наши гости. Этим утром к нам приехали наши друзья. Владимир Иванович Корпечкин, директор санатория Ружанский и Наталья Алексеевна Нашилова, заместитель директора санатория Ружанский. Здравствуйте. Доброе утро. Вот вы знаете, мы с вами уже встречали и весну, проводим лето, вот встречаем осень. С какими настроениями и как по традиции осень встречают в Ружанском? Рассказывайте. Ну, мы приехали, во-первых, с хорошим настроением пригласить гомельчан. Мы посмотрели за этот год, что гомельчане составили треть всех белорусов, отдыхающих у нас в санаторий. То есть, да, мы уже как-то покорили сердца гомельчан, и поэтому приехали напомнить еще раз о себе о том, что сегодня начинается осенний сезон традиционных скидок, и мы еще доступнее стали для жителей Республики Беларусь, для гомельчан. Вы одними из первых в это сложное эпидемиологическое время стали находить и предлагать пути решения, и, насколько мне известно, эту программу вы продолжаете до сих пор. Расскажите подробности. Мы перестроили работу санатория таким образом. Во-первых, что у нас за этот период ни один человек не заразился коронавирусом. Плюс уже наблюдения показали, что в Сосновом Бору, в лесу вообще коронавирус как бы не активен. То есть заражение фактически не происходит. Но ему там просто не место. Да, фитонциды Соснового Бора, Беловежской пущи делают свое дело. Плюс мы приняли ряд организационных мер, чтобы люди все-таки реже контактировали, меньше контактировали между собой. Мы разделили потоки отдыхающих, мы организовали входной контроль на предприятии. Как наших гостей мы проверяем, так и сотрудников, чтобы только здоровые люди у нас находились на территории. Мы приобрели оборудование, позволяющее тестировать на коронавирус. То есть теперь мы при малейших подозрениях проверяем и гостей, и сотрудников наших. Организационно мы работу построили таким образом, что разделили потоки людей. И лечение, и питание осуществляется в несколько смен. То есть люди между собой вообще не контактируют. Мы закупили бактерицидные облучатели в большом количестве по всему санаторию. То есть мы еще и дезинфицируем, и без того чистый воздух. Мы его еще подвергаем обработке. Мы закупили дезинфекторы, средства индивидуальной защиты, маски. То есть, ну вот этот год показал, что, слава богу, ни один человек у нас не заразился. Плюс мы занимаемся таким направлением, как реабилитация. Вот я хотел спросить, что реабилитации вы тоже уделяете огромное внимание. Я думаю, что про это направление стоит также напомнить и рассказать. Сегодня реабилитация у нас осуществляется по пяти направлениям. Заболевания опорно-двигательной системы желудочно-кишечного тракта, гинекология, сердечно-сосудистые болезни. И что самое актуально, заболевания бронхолегочной системы. Коронавирус сам по себе, конечно, заболевание достаточно опасное, серьезное. Но, в общем-то, люди, мы видим, что переносят эту болезнь. Но остаются последствия. Последствия в виде фиброза легких, в виде развития дыхательной недостаточности. И эти вещи потом значительно ухудшают качество жизни, обостряют течение других заболеваний. Поэтому мы вот именно боремся с фиброзом, боремся с дыхательной недостаточностью. Мы закупили много физиотерапевтического оборудования. У нас ингаляторий, у нас залы ЛФК, тренажерный зал, не имеющий аналогов в республике. И сегодня мы подготовили ряд специалистов и врачи-реабилитологи. У нас есть инструктора-методисты по физической реабилитации. То есть все это в комплексе дает свой эффект. И люди уже поехали, в том числе, и с Гомеля, и Гомельской области. Вот именно после перенесенной коронавирусной инфекции мы сегодня работаем с этой категорией людей. А в виднопаде санатория Ружанский начал функционировать еще и медицинский центр. Это верно? Да, действительно, это так. Именно в этом году, как новое наше направление работы наряду с реабилитацией, у нас параллельно функционирует услуга медицинского центра. То есть у нас можно пройти комплексную диагностику. Работают врачи-узские специалисты по разным направлениям. У нас доступны все виды лабораторной диагностики, ультразвуковой диагностики. Мы развернули у себя стационарные койки. То есть сегодня люди даже с какими-то явными заболеваниями могут приехать к нам. И в условиях круглосуточного динамического наблюдения врачом и средним медицинским персоналом могут у нас находиться даже на лечении. То есть, в принципе, мы функционируем параллельно как медицинское учреждение. Я знаю, что ваш санаторий предлагает абсолютно новую программу, которая называется «Антистресс». Я думаю, что сейчас самое время этим утром рассказать подробности. Действительно, жизнь современного человека, особенно в больших городах, в мегаполисах, она характеризуется тем, что мы находимся в постоянном стрессе. Что такое стресс? Это воздействие негативных факторов на нервную систему организма, в результате чего идет обострение ряда хронических заболеваний. Развиваются неврозы, обостряются заболевания сердечно-сосудистой системы. И, в общем-то, человек погибает в условиях этого хронического стресса. Поэтому здесь мы для себя поняли, что необходима, нужна людям перезагрузка. И вот в условиях нашего санатория это очень легко осуществимо. То есть люди, приезжая к нам, они отключаются от этой повседневной, интенсивной городской жизни. Они попадают в такую идеальную ситуацию гармонии с природой, с экосистемой Беловежской пущей. И вот это все плюс наша материально-техническая база. Расскажите, какими методами вы боретесь со стрессом? Это что? Мы построили замечательную янтарную сауну, которая является дополнением к фитонцидам сосен нашего санатория. Янтарь, свободные ионы янтаря, они благоприятно воздействуют на нашу нервную систему, улучшают обмен веществ, успокаивают нервную систему, улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Также здесь ряд чисто медицинских процедур, таких как электросонг, водно-спортивный комплекс, спа-комплекс. У нас очень в этом году мы целый год занимались модернизацией водно-спортивного комплекса. И у нас там сегодня дополнено комплексом саун, бань. У нас в структуре спа-комплекса пять бассейнов. Три взрослых бассейна и два детских с аквапарком. К дополнению к бассейнам идет комплекс саун и бань. Турецкая хамам, русская баня с веником, кедровая бочка, инфракрасная сауна. В общем-то мы планировали работу спа-комплекса таким образом, чтобы люди, попадая к нам, могли полдня примерно находиться, балуя себя водными процедурами. Не могу не вспомнить про стоун-терапию, которая также присутствует у вас. Да, она идет вместе в тендеме с сентарной сауной. Как получается, там большой кабинет такого нетрадиционного массажа, в том числе стоун-терапия. Малайзийский массаж. Все виды такого нетрадиционного массажа у нас в санатории выполняются. А за что же вас в санатории Ружанске называют белорусскими карловыми варами? Да, действительно, мы себя позиционируем как бальнологический курорт. Единственный у нас в республике бальнологический курорт. Именно за наличие у нас минеральной воды ружанская. Это уникальная минеральная вода. Она относится к редкому, нехарактерному для Беларуси гидрогеологическому типу друскененкайских минеральных вод. Она незаменима при лечении ряда заболеваний. При заболеваниях эндокринной системы, при заболеваниях желудочного кишечного трактора, при заболеваниях печени, желчного пузыря. Но также она придает заряд жизненных сил. Просто повышает тонус организма и придает заряд бодрости. Также с этого года у нас в районе, недалеко в окрестностях санатория, стала добываться лечебная сапропель, грязь. И тоже она по-своему, в своем роде уникальна тем, что в отличие от большинства сапропелей, которые применяются в современной практике, она применяется в живом, в нативном состоянии. То есть она не проходит термическую обработку, и за счет этого ее достигается высокая биологическая активность при использовании. И вот такое открытие в этом году тоже стало такой очередной нашей фишкой, что это именно на территории Пружанского района, недалеко от санатория. Поэтому мы вот сегодня уже такое знамя название, да, белорусские Карловы Вары. Наталья Алексеевна, и весной, и летом вы радовали своих посетителей различными акциями, различными скидками. Об этом и на вашем сайте, и в ваших социальных сетях. Сохранится ли эта тенденция и подобные приятные сюрпризы на осенний период? Да, конечно. С приходом осени в Пружанский пришел период самых низких сцен и самых лучших акций для наших гостей и отдыхающих. По-моему, это прекрасная новость. Давайте рассказывайте детали. Да, конечно. Мы, как и всегда, и сейчас проводим социально ориентированную ценовую стратегию, доступную для всех категорий граждан, как для детей, так и для взрослых. Большое внимание уделяем самой уязвимой категории наших граждан – это пожилые люди, ветераны, пенсионеры, а также категории книг приравненные. Для данной категории у нас скидки достигают 40%. Также проводим акции и скидки по таким программам, как спа выходные в Ружанском, часто болеющий ребенок, дружная семья, групповые заезды. Цены у нас начинаются от 50 рублей, куда входит проживание, пятиразовое питание, посещение бассейна, тренажерного зала, а также 5-6 процедур входит в данную стоимость. Также являемся ведущим санаторием в соотношении цены и качества. Осень еще запоминается тем, что это бархатный сезон на многих мировых курортах. И я знаю, что санаторий Ружанский также старается и пытается сделать все, чтобы отметить и у себя этот сезон. Есть такое? Да, конечно, у нас тоже это есть. Мы сделали все возможное, чтобы нашим отдыхающим было у нас комфортно, интересно. У нас появился ботанический сад, открылось два зимних сада. Наталья Алексеевна, а правда ли, что в санатории Ружанском солнце круглый год? И, скажем так, это не крылатая фраза. Да, правда, у нас появилась рекреация «Искусственное солнце», где наши отдыхающие гости могут получать полноценный загар круглый год. Также у нас есть одно большое преимущество над всеми остальными санаториями, то, что у нас все корпуса между собой связаны надземными отапливыми переходами. То есть в любое время, в дождь, в снег, неважно какая погода, нашим отдыхающим не приходится выходить после процедур на улицу. Они могут по переходам перемещаться с одной точки санатория в любую другую. Как же к вам добраться? Санаторий Ружанский имеет хорошую транспортную логистику. Мы находимся вблизи республиканской трассы М1 Москва-Брест, а также вблизи крупных железнодорожных узлов, таких как Ивацевичи, Слоним, Барановичи. А также у нас есть услуга трансфера, то есть мы гостей наших можем забрать с любой точки нашей страны. Можем приехать в Гомель, можем приехать в Минск, в Брест, в Гродно, независимо, где наши гости находятся в настоящий момент. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что это утро вы встречали вместе с нами. Буду рад видеть вас у нас на программе «Утренний фреш». И обещаю, что в осенний период постараюсь попасть также в санаторий Ружанский. Друзья, я хочу сказать вам спасибо за то, что это утро вы встречали вместе с нами. Это программа «Утренний фреш» на телеканале «Беларусь 4». Всем хорошего дня и до встречи в нашем эфире. Субтитры подогнал «Симон»!